Привет! Наконец-то в моем родном городе. Питер — это мощная, мощная, мощнейшая историческая столица Российской империи. На этой картине есть такой маленький секрет. Гнев, вот это вот чувство борьбы. Я с ними особо не вступаю в переговоры. А мудрость, она проверена уже не годами, не десятилетиями, а веками. Это такой некий код, который уже, скажем так, с нами он вшит. Когда вроде бы смирение через страдания получается. Поинтересовался, сколько вообще метров пошли выяснять. Мы видим такие гениальные работы и гениальное наследие, которое они оставили. Что называется на шамане. Мне кажется, если посмотреть по кругу, сколько здесь людей, мне кажется, заставлять не нужно. Она прямо через картину горит. Такое медитативное состояние. То есть ты как бы становишься, хочется залезть в эту картину. Привет! Наконец-то в моем родном городе. Привет. Рада видеть. Ну что, пойдем в храм искусства. Добрый день, дорогие друзья. 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 Подхожу как бы максимально близко, смотрю на картину и прям вижу, что это очень, я не знаю, там, сохранено очень, очень здорово. Ну и правда, в этом есть что-то завораживающее, оно захватывает. Ну вот, самое высшее, самое высшее звание. Солдат-пригорчин. Конечно. Перемождем через пригорочную. Вот уже вон они, вон они уже в этом хватаются за эти, как их называют. А мне, кстати, про эту картину рассказали только что один секрет. Какой? Называется «Найди корову». «Найди корову»? Да. Найдешь? Ага. Все посмотрим. На этой картине есть такой маленький секрет. Ну, наверняка она, может, в воде где-нибудь или... А, вон она, в воде уже, тень ее плывет. Рога. Собственно, написали ее именно потому, что раньше невозможно было хранить сырое мясо, и поэтому живность брали в живом виде. Ну, собственно, забивали там же на корабле, когда требовалось что-то перекусить. Но, на самом деле, здесь очень детально, когда смотришь такие большие картины, что у Айвазовского, что у Брилова, это вот красота в деталях, насколько тонко все прописано, вот прям до мелочей, когда можно разглядеть практически лица. Здесь, конечно, нет, все очень скрыто водой. Но если говорить о характере и о борьбе, что ты думаешь об этом? Ну, я вообще стараюсь в силу, вообще гнев, допустим, да, и вот эта вот история агрессии, вообще для чего человеку дана? Я стараюсь на это смотреть с точки зрения православия. Она дана ему для того, чтобы он обращал это на самого себя. Ну, условно говоря, там, вот, блин, какой я что, не смог, допустим, опять я вот перед сном, условно говоря, съел какую-нибудь там десерт. Ну, а мне там, допустим, условно говоря, не надо это есть, потому что... Или там, ну, всякие ситуации бывают. И гнев, вот это вот чувство борьбы, оно должно обращено быть внутрь человека, чтобы он боролся со своими, скажем так, внутренними демонами, со своими внутренними недостатками, и каждый человек знает какие-то свои внутренние слабости, а у каждого они свои. И вот я считаю, что бороться как раз-таки надо с самим собой, со своими какими-то не очень хорошими чертами, побеждая их. Вот так. Ты с своими демонами договариваешься? Ну, я с ними особо не вступаю в переговоры. Категорически отказанное общение. Ну, конечно, да, да, конечно. Потому что это не очень хорошо. Стал художником, он просто только Ивазовский, как-то, ну, дугасовичен. А вот Ивазовский красивый, поэтому он так стал Ивазовский. Если смотреть на картины, которые представлены в Русском музее, они очень тонко отражают жизнь русских людей, быт русских людей. Здесь же много, не всегда только про дворянство рисовали, да? Мы дальше дойдем еще. Конечно. Это будут «Бурлаки на Волге». Картина, которая отражает, как мне кажется, как раз и желание чего-то добиться, потому что нужно этот корабль дотащить. Да, но при этом определенное смирение и уважение, огромная глубина русского человека. Многие критики пишут о том, что в этой картине отражена. Ты видел ее, если у тебя... Ну, вживую никогда не видел. Ну, хотя бы на репродукциях где-то, да. То есть, когда это вроде бы... У меня в интро использована как раз таки мелодия. Начинается концерт, одна из мелодий, и ухнем. Да. Вот. Фрагмент этой мелодии. В лицах вот этих, казалось бы, простых мужиков отражена именно глубина и смирение, и вот эта вот национальная русская такая... Понимаю. Все, я понял. Ну, это очевидно, что людей, скажем так, ну, скажем, корневая такая история, это, ну, скажем, есть такое выражение, да, народная мудрость, которая передается из поколения в поколение, да, от отца сына, ну, и так далее, и тому подобное. Поэтому мне кажется, что, ну, как раз таки мы являемся, вот, что называется носителем этой мудрости, а мудрость-то, она проверена уже не годами, да, не десятилетиями, а веками. Мудрость, она, скажем так, отражена в всяких присказках народных, там, пословицах и так далее. Поэтому это такой некий код, который уже уже, скажем так, с нами он вшит. Поэтому, ну, да. Ну, когда, вроде бы, смирение через страдания получается, то есть им явно тяжело, но они с гордостью несут все это и не сетуют вот эту ножку. Ну, и это их такая, да, работа у них такая тяжелая. Ну, если мы глобальнее посмотрим на русского человека, то, в принципе, оно так и есть всегда, что испытания постоянно падают, какие-то глобальные, да, а все равно вывозим. Ну, обязательно, ну, вообще, у нас, в общем-то, жизнь наша дана для того, чтобы, вообще, жизнь – это экзамен, да, для того, чтобы приготовиться к вечности. И экзамен – это всегда испытание, это всегда какие-то борьба с трудностями, потому что именно борьба с трудностями делает нас лучше, да. Не зря, вот опять же, вернемся к русской пословице, да, все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Согласна. Поэтому, конечно, испытания, они даны свыше для того, чтобы мы их преодолевали и росли над собой, становились лучше, сильнее. Он писал очень быстро и писал по памяти. В Феодосийском музее хранятся такие блокнотики. Он ходил по морю, если мы мысленно линию проведем, она идет мимо людей, терпящих бедствия. Я считаю, что человек должен находиться на своем месте и делать свое дело. Вот и все. Ну, причем желательно, чтобы человек мог с самого начала определиться, чем он хочет заниматься, скажем так, раскрыть себе этот талант. Наверняка вот мы находимся в таком месте. Большинство художников, они уже понимали, четко шли свои цели и с молодостью писали, рисовали, пробовали, добивались. Поэтому мы видим такие гениальные работы и гениальное наследие, которое они оставили. Поэтому я считаю, что человек должен как можно раньше понять, кто он, кем он хочет быть и куда он идет. И тогда вообще будет супер. Дальше вот старик, видите, необычный. Ему солдат помогает, мальчик. Легион приехал из Рима непосредственно. Они помогали эвакуировать всех жителей. И хотелось бы поговорить об одной из величайших картин, на мой взгляд, в Русском музее. Это «Последний день Помпеи». Потому что она как раз в первую очередь отражает все комплексы человеческих эмоций и чувств вот в тот миг, когда, казалось бы, вокруг рушится все. Но, на мой взгляд, что у большинства очень многих людей, несмотря на страх, есть определенная все равно вера и надежда спастись перед вот этой огромной стихией. Как ты воспринимаешь эту картину? Что ты в ней видишь? Сильная работа. Ну, здесь действительно целый сюжет. По этой картине можно действительно снимать фильм. Потому что, ну, не зря же здесь проработана такая каждая личность и детали, и выражение лица и морщинки. Даже, ну, сомнений нет, что это просто... Все это просто великолепная работа. Я впервые вижу, живем. Я, честно говоря, ну, знал, что это большая картина, но когда ты к ней подходишь, не знаю, что... Ну, она очень большая. Это прям... Я не знаю, я поинтересовался, сколько вообще на метр пошли выяснять. Конечно, особенно мне впечатлило, как проработана лава, вот этот огонь. То есть это же ведь... Ну, там целая палитра оттенков. Причем она прям, ну, через картину горит. То есть это прям такое горящие состояние. Прям... Поэтому я не могу понять, это что там? Просветы в облаке или молнии? Молния, скорее. Молния, да, скорее всего. Ну, что говорят, что небо потемлело, лава спускалась, и в этот момент практически и на небе, и на земле происходило что-то невообразимое в этот момент. Я еще один момент понял для себя, что когда ты смотришь картины, то это какое-то такое погружение, то есть тебе такое медитативное состояние. То есть ты как бы становишься... Хочется залезть в эту картину, да? Да, она настолько реалистично сделана, потому что, ну, правда, даже вот порой слов не находишь, чтобы описать. Ну, ты просто, ну, скажем так, в замирании находишься, да? В ощущении того, что... Ну, прям... Отсыпается с неба в единое целое, люди терпят бедствие, но, видите, в этой картине нас уже не столько эти люди волнуют, сколько захватывает вот сама стихия. И что самое удивительное, сколько талантливых наших соотечественных художников подарили нам такие картины, которые до сих пор хранятся и в таком прекрасном качестве. Ну, собственно, мы опять можем вернуться к нашему с тобой обсуждению величия русской культуры, потому что это мировое наследие в любом случае. Конечно, конечно. И все понимают, что оно... Я к этому и веду. Что огромное количество музыкантов и художников, и поэтов, и писателей. Просто порой мы как бы это, ну, что называется... Оно есть и есть, да, то есть мы не ставим на этом акцент, да, и как бы вроде и не забываем, но при этом как-то для нас это стало, ну, обычным явлением, да. Ну, вот есть там Михаил Ашглинг, есть там Петр Ильич Чайковский, да, есть Александр Сергеевич Пушкин. Ну, как бы есть и есть, в школе проходим и проходим. Вот. Поэтому надо все-таки стараться как-то нет-нет, да и возвращаться к этим шедеврам, иногда переслушивать, перечитывать и пересматривать. Как ты считаешь, здесь, конечно, много детей, но зачастую это усилие родителей, как молодежь привлекать к походам в музей, погружаться в это искусство, потому что вот я на собственных глазах наблюдала за двоими ребятами из твоей команды, которые... некоторые из них вообще в музее были впервые, как-то жизнь не сталкивала. И когда мы вошли в этот зал, все побежали фотографироваться, к последнему попить. И вот они... я вижу, как они ходят, смотрят, изучают, и они погрузились в это. Чтобы это поймать, нужно сюда прийти. Нужно сюда прийти. И вот как заставить, чтобы прийти? Ну, мне кажется, если посмотреть по кругу, сколько здесь людей, мне кажется, заставлять не нужно посмотреть, сколько молодых людей уже здесь. Ну, зачастую это либо родители, либо экскурсии в школе. У нас в Петербурге принято просто с коляски ходить в музей. Просто я вот лично в Русском музее была столько раз, что даже было в период, когда я даже себя не помню, когда я здесь была. В общем, дело, я не сторонник, конечно, кого-то заставлять. Ну, потому что заставлять – это всегда элемент насилия в этом есть. Человеку не хочется, а он говорит, нет, будешь. Я знаю, что тебе надо... Это лучше, допустим, будет для тебя. Все-таки нужно, ну, скажем так, разжигать интерес к этому, чтобы у человека проявлялось любопытство как-то стараться под таким углом это подсветить, чтобы ребенок понимал, о, а что-то ты такой интересный. Потому что ведь об одной и той же вещи можно там сказать по-разному. Можно сказать, вот, писаешь, это картина великого художника Айвазовского. Ребенок, ну да, ну как бы пойдет дальше. А можно сказать, а ну-ка найди корову. А ну-ка, где здесь она спрятана? И ребенок начнет смотреть глазами. Он уже увидит, и пока он ее будет искать, он уже ознакомится с этой картиной. Ему уже будет интересно. А вот в этой картине есть еще один секрет. Тут нужно найти то-то, то-то и все. То есть это уже просто об одной и той же, об одном и том же, но под другим углом сказали. И уже все, и уже интерес вызвал у человека. Ну, напоследок чуть-чуть сменим ракурс, чтобы мы все-таки видели вот то полотно. Они из Успенского собора города Владимира, когда-то украшали иконостас этого собора. К сожалению, они очень плохой сохранности. Да, наши к ней нашли только лики написанные рублями. Фигуры виртуозно тут описаны. Они прям абсолютно просторные, хорошо. Это апостолы, основатели христианской церкви, прям почувствовали, что очень важные гости. Поэтому он слуге приказал скалой парашка. Твой особый интерес к этой культуре, к иконопище, чем он вызван? Ты что-то для себя увидел там особенное? Да, я узнал, какая из икон самая древняя. Мне показали икону XII века. Я дольше, чем всех остальных, простоял возле иконы. Мне поразили глаза, потому что, наверное, ни в одной из икон я не видел. Там очень большие, такие выразительные глаза были написаны. И вообще как-то, когда на тебя смотрят изображения из глубины веков, это ни с чем несравнимое ощущение. Тебя завораживает просто. Ты как бы смотришь, представляешь, что человек писал, и вот все это дело. А ты теперь это смотришь, это сохранилось до нас. Причем, когда мне рассказали, где они ее там нашли, в каком сарае там. Ну, то есть, это вот тоже удивительные вещи, как происходит, и как Господь все-таки помогает шедеврам пробить себе дорогу. Потому что в этой ситуации я вспоминаю себя, как долго мне пришлось пробиваться, 15 лет для того, чтобы иметь возможность вот так вот выступать перед огромным количеством людей, чтобы на моих концертах приходили тысячи людей. И это сейчас, наконец-таки, что называется, получилось сделать это. Это, конечно, заслуга Бога, потому что без него бы ничего не произошло. Ну, и я как человек православный стараюсь на все смотреть вот таким углом. Стараюсь как-то вот... Ну, потому что я считаю, что для меня это вот правильно, лично для меня. Есть икона какая-то, которая для тебя наиболее близка? Может быть, ты ее, возможно, носишь с собой? Ну, я стараюсь все-таки в тур не брать, вещи дома есть, конечно, да. Но просто в турах, когда ты находишься, ты можешь случайным образом, ну, чемоданы там сдаешь, может, потерять что-то там, кто-то, ну, как-то там сломать. Ну, это лишнее. Ну, у меня с собой нательный крест есть, и этого достаточно. Субтитры сделал DimaTorzok У всех у них очень интересные истории. Они все очень сильно хотели попасть, лично в глаза посмотреть шаману, потому что его творчество очень их... Кого-то вдохновляет, кому-то помогает во времена тяжелых пережить. Потому что все эти люди здесь, они не просто так. Это их мечта. Ну что, люблю тебя, Петра Творинир? Да. Люблю твой строгий лик, да. Выдержав на течении береговой гранит, да. Я надеюсь, что мы сможем когда-нибудь оценить всю эту красоту. Нам погода все время не дает. В Казани мы рискнули, здесь никак, все снег, холод и зной. Ну мы растопили. Мы растопили этот холод, снег, лед. Мы смогли это сделать, потому что по приезду выглянуло солнышко, пропал снег, пропал снегопад. И, ну, что называется, на шамане. Я хочу тебя познакомить с Алишей. Она, оказывается, была на концерте у тебя уже, да? И очень плакала, что она не успела с тобой познакомиться. Ну вот мы здесь. Что ты хочешь ему сказать? Говори. Ну давай, не усняйся. Скажи привет, как дела? Давай руку. Привет, как дела? Вот и познакомились. Ты счастлива? Да. Ну, кстати, допусти, что вас уже спалили. По поводу... В Русском музее уже сторисы. Сторисы мне показали, фанаты, да, уже коллажи наделали. Ну, мне кажется... Все, секрет уже не секрет. Ну, мне кажется, что мы были в Русском музее дурного, ничего точно в этом нет. Нет, я просто хочу сказать к тому, что твои люди везде. Я тоже за вами слежу. Так, фоткаться будем, ребят? Да. С мамой. И почему так полюбился Питер? Скажи мне, пожалуйста, как петербуржцу. Ну... Не могу не задать... Вообще же Питер – это мощная, мощная, мощнейшая историческая столица Российской империи. И просто местная архитектура и энергетика, которая источает этот город, она, конечно же, просто колоссальна. И когда здесь ты появляешься, ты просто волей-неволей, даже когда ты едешь в машины, просто смотришь на архитектуру зданий, сооружений, ты пропитываешься этой энергетикой и просто не можешь оторваться от красоты, которую тебе предлагает этот город. Вот и все. А я очень-очень часто был в этом городе, особенно за последнее время. Ну, я со своей стороны в завершение хочу тебе пообещать, когда летом ты приедешь в Петербург, я уже приготовила для тебя, как настоящая коренная петербурженка, несколько экскурсионных сюрпризов, которые мы с тобой реализуем. Тем самым порадуем фанатов, что наша встреча опять не последняя. Я уже заранее согласен.